Здравствуйте, уважаемые друзья! С Вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук и в этом видеоподкасте поговорим о правильной подготовке пчел к зимовке и о том, как не допустить ошибок в процессе этой подготовки. Эта тема всегда важна и актуальна, особенно среди начинающих пчеловодов. И вот сейчас уже глубокая осень, зима скоро, казалось бы все работы по подготовке пасеки к зимовке проведены, но интерес к данной теме не уменьшился, а скорее наоборот увеличился, и это видно по количеству запросов в интернете по данной тематике. И если перед подготовкой к зимовке у начинающих пчеловодов были мысли, а все ли я правильно делаю, и как бы ничего не забыть и не упустить, то теперь появилось множество других мыслей, типа, а все ли я правильно сделал, и что бы еще такого сделать, чтобы зимовка пчел все таки была успешна. Да, действительно, зимовка пчел это серьезный экзамен для любого пчеловода, но особенно серьезное это испытание для тех, у кого еще недостаточно опыта и знаний. Наверное нет пчеловода, у которого после первой зимовки все было бы хорошо. Бывают такие случаи, что после первой зимовки и ульи продают, и желание заниматься пчеловодством вообще пропадает, редко, но бывает. Ведь будто бы все правильно делал, всю доступную информацию перечитал, у всех знакомых пасничников все порасспрашивал, в интернете все посмотрел, одним словом старался, а они, эти пчелы, вот так отблагодарили, взяли и повыдохли. Такие случаи, к сожалению, встречаются. Почему же так случается? Главная, на мой взгляд, причина неуспешной зимовки пчел в том, что, во-первых, сам по себе процесс зимовки пчел довольно-таки сложный и содержит достаточно много разных действий, а во-вторых, зачастую во внимание берется как раз только последовательность действий, без учета биологии и физиологии пчелы. Конечно, последовательность действий очень важна, без нее никак. Но обязательно надо учитывать биологию пчелиной семьи и время года. Без этого подготовка пчел к зимовке это игра в рулетку. Повезет, не повезет. Зачастую, если нету достаточных знаний, не везет. Пчелы не прощают ошибок. Даже если вы все делали правильно, а что-то одно сделали неправильно, то это одна единственная ошибка может перечеркнуть весь ваш упорный труд, который был до этого. Да и тот, который вы будете проводить потом, дальше, до самых холодов. В этом и заключается сложность пчеловодства. Как правило, страх начинающего пчеловода построен на том, что есть много информации, но все это базируется на бессистемной основе. Знаете, это как у лениво, но способного студента на экзамене, который 7 метров прогулял, а потом за 3 дня попытался все выучить. Стоит такого студента спросить что-то, о чем он только что очень даже уверенно говорил, но немножко под другим углом, и он уже теряется и не может ответить на поставленный вопрос правильно. И если на экзамене преподаватель может закрыть на это глаза, хотя бы из уважения к способностям студента и даже поставить положительную оценку, то пчелы, к сожалению, при совершении ошибок к подготовке и к зимовке глаза закрывают навсегда. Не прощают пчелы ошибок. Да, сейчас информации море. Вам даже не надо выписывать журнал по пчеловодству и с нетерпением ждать его целый месяц, как это было много лет назад, чтобы узнать, а что же там новенького и полезного напишут опытные пчеловоды или ученые, или необходимости идти в библиотеку за нужным материалом. Сейчас в интернете все есть. Было бы время и желание все это читать и смотреть. Причем надо отдать должное, что в интернете очень много качественной информации по пчеловодству. Это же вам не политика, где все перевирается и перекручивается. Но эта информация, как правило, затрагивает какие-то отдельные моменты пчеловодства, иногда очень сложные и специфические. Иногда, а чаще зачастую, что-то очень важное для понимания процесса упускается, не потому что люди хотят что-то скрыть от вас, а потому что некоторая информация для них просто кажется настолько обыденной, что они думают, а зачем на этом акцентировать внимание. Ведь и так это все понятно. А с другой стороны, сейчас у многих людей, да в принципе, почему у многих, можно сказать, что у всех катастрофически не хватает времени. Ну нет времени читать толстые и умные книжки, а хочется максимально быстро получить результат. Чтобы начинающих пчеловодов появились системные знания при подготовке пчел к зимовке, я постараюсь в нескольких коротких видеороликах дать методические подходы для понимания сути процессов. А потому я не буду сейчас говорить об ошибках, которые очень часто допускаются. Об ошибках тоже поговорим, но несколько позже и попытаемся их систематизировать. Вопрос в том, что ошибок может быть достаточно большой перечень, а вот перечень концептуальных условий для успешной зимовки можно перечислить на пальцах. Вот с них и надо начинать. Итак, существование пчел зимой сводится к двум моментам. Момент первый. Экономное расходование корма. Будет холодно, будет идти больше корма. Меньше тоже будет идти больше корма. Большая влажность, еще больше корма пойдет. То есть любые компенсаторные механизмы построены на увеличенном потреблении энергии. Это нужно помнить. Момент второй. Не превысить лимиты накопления неперевариваемых остатков. Если лимит превышается и нет возможности облета, то происходит опонашивание пчел. А при повышенном потреблении корма, естественно, что наблюдается повышение объема каловых масс, в результате чего произойдет опонашивание пчел. И что же надо для успешной зимовки? То есть, чтобы и корма хватило, и не превысить лимиты накопления каловых масс. Это сильная пчелиная семья и хорошая молодая пчелиная матка. Достаточно хорошего качественного корма. Хорошие приспособленные к зимовке улей. Ну и естественно здоровая пчелиная семья, свободная от всяких болезней. И защита от негативных воздействий окружающей среды, от грызунов и прочих вредителей, а также защита от ветра, холода и прочего пагубного воздействия. И на все это накладывается еще тот фактор, что когда вы будете делать все работы по обеспечению всех этих пунктов, вам надо будет обязательно учитывать еще и время года, то есть календарный план пчеловода. Все действия которого построены на знании, биологии и физиологии пчелы. И если вы будете знать физиологию и биологию пчелы, то вам не придется зазубривать всю эту достаточно большую последовательных действий, которые написано в календаре пчеловода. Это все ляжет само собой. Да, еще эти знания дадут вам возможность на автомате замечать, если в улье что-то идет не так. В крайнем случае, если вы не сможете понять, что идет не так, но уже понимаете, что что-то идет не так, то в этом случае вы сможете быстренько проконсультироваться у опытных пчеловодов или найти где-то эту информацию в интернете, в литературе, в журналах. Предвижу, что услышав слово биология, физиология и анатомия, многим смотрящим это видео уже захотелось зевнуть от скуки и выключить этот ролик. Не спешите. Надо знать только то, что необходимо для понимания проведения успешной зимовки пчел, а потом надо будет то изучить и все остальное. Но, если пойти по пути простого заучивания, зазубривания последовательности действий, то обязательно или что-то перепутаете, или что-то не учтете. Например, на улице уже почти половина сентября. Пчелы уже должны быть закормлены и интенсивно наращивать семью. На улице еще стоит жаркая погода, а тут как раз очень много разных дел навалилось. И молодой пасечник думает, ну ничего страшного, на улице еще тепло, сейчас вот с текущими делами расхлебаюсь и еще за тепла успею закормить пчел. Тем более, что синоптики передают хорошую погоду на ближайшие 2-3 недели. Такая вот обычная житейская ситуация. Вечно что-то мешает. Да пчелы уже должны быть закормлены давно к этому времени. Еще к числу 10 сентября, а то и раньше. И пчелы не интересуют ваши дела. И если вы закормите пчел после 10-15 сентября, то вы если не угробите пчелу, то можете сильно навредить пчелиной семье. Ведь в это время в семье уже преобладают так называемые зимние пчелы. Они очень сильно физиологически отличаются от летних пчел. И задача этих пчел успешно пережить зиму, а не перерабатывать сахарный сироп. И поэтому дача сиропа пчелам после 10 сентября это равносильно тому, что космонавта в скафандре заставить гайки крутить перед взлетом ракеты. Крутить то он будет, но очень недолго. Пчелы, которые пойдут в зиму, имеют определенные физиологические отличия, позволяющие им пережить зиму. И если мы заставим этих пчел перерабатывать сахар, то у них начнет происходить расконсервация вот этих желез, начнут истощаться энергетические запасы. Это равносильно тому, что кто-то поставит технику на консервацию, то есть все почистит, смажет, а мы возьмем и снова начнем все это использовать. И уже в грязи, без смазки так и бросим все зимовать. Да что техника, простую лопату бросьте в грязи и посмотрите, что с ней будет весной. Вся будет ржавая и такой лопатой уже работать невозможно, а с пчелами еще сложнее. И вот дальше вы можете делать абсолютно все правильно, но весной такая семья будет слабой, если выживет. И это при условии, что вы дальше не допустите никаких ошибок. Такая вот поздно закормленная семья будет очень долго восстанавливать свою силу и следующий сезон вам меда практически не видать. Дай Бог хотя бы семью восстановить в следующем сезоне. Вот так одна ошибка, основанная на незнании биологии и физиологии пчел, может привести к таким фатальным последствиям. И таких ошибок может быть очень много, если просто бездумно выполнять последовательность работ без понимания. Ведь в данном примере все как бы правильно было сделано, но вот две недели разницы закормки сдвинулись и вот такой результат может получиться. Поэтому знание биологии пчелиной семьи это фундамент для содержания пчел и ваша непотопляемость как пчеловода. Просто при изучении биологии пчелиной семьи не заучивайте бездумно все моменты, а избирательно подходите к изучению. Научитесь запоминать те моменты, которые позволят вам понять поведение пчелиной семьи. Не надо, например, заучивать какие-то сугубо научные факты. Например, у пчелы есть средние ножки, а они есть передние, средние, задние. Так вот, заучивать, что средние ножки могут двигаться только в зад и вперед по вертикальной оси и что на внутренней стороне в нижней части голени имеется игловидный отросток, который называется шпорциум. Учитесь пропускать мимо себя такую информацию. А вот информацию о том, что, например, в заднем отделе кишечника у пчел осенней генерации значительно возрастает активность фермента каталазы, играющей большую роль в окислительных процессах организма и консервировании экскрементов, накапливающихся в течение зимы. Это важно, это очень важно, что активность данного фермента во время зимовки возрастает по мере накопления каловых масс в прямой кишке. Также очень важно знать и понимать, что назематоз нарушает функцию ректальных желез и что это проявляется в быстром падении активности фермента каталазы у больных пчел и их последующим опонашиванием. И что также имеется и обратный процесс, что назематоз ведет к снижению активности фермента каталазы, что тоже ведет к опонашиванию пчел. То есть, не надо заучивать информацию, которая не есть звено цепочки, которая ведет к каким-то дальнейшим последствиям, важным для жизни пчелиной семьи. Например, цепочка фермент каталаза, который консервирует каловые массы, и что снижение активности этого фермента в силу каких-то причин ведет к дальнейшему опонашиванию пчел. Это очень важное звено физиологической цепочки. А если вы не будете знать, что на нижней части голени есть игловидный отросток, который называется шпорцем, то это важно только для ученых. Ну, это не совсем правильно, конечно. Для науки все важно, но для практики же это имеет какое-то обосредованное значение и не влияет на какие-то процессы. По крайней мере, у меня пока нет таких данных. Поэтому, в первую очередь, ваше мастерство как пчеловода будет зависеть не столько от того, насколько вы точно заучите последовательность действий из календаря пчеловода, а насколько вы быстро, но селективно изучите и поймете биологию пчелы. Поэтому еще раз акцентирую ваше внимание, что для успешной зимовки пчел надо сильная пчелиная семья и хорошая пчелиная матка, достаточно хорошего качественного корма, хорошие приспособленные к зимовке улей, естественно здоровая пчелиная семья без всяких болезней, в том числе и свободная от клеща вороа, и защита от негативных воздействий окружающей среды. В последующих роликах мы остановимся на всех этих пунктах. Я постараюсь эти пункты изложить очень кратко, но предельно ясно и понятно, чтобы не допустить ошибок в процессе подготовки пчел к зимовке. Сейчас самая главная проблема это экономия времени и за это краткое время изучить все необходимые моменты. А пока всего Вам доброго и до новых встреч в новых видеороликах.